В России могут ввести уголовную ответственность за оплату покупок криптовалютой. Законопроект Минфина страны сейчас готовится и до конца года он должен быть завершен, сообщил российской газете замглавы ведомства Алексей Моисеев. Говоря о положениях документа, он отметил, что контроля за цифровыми деньгами со стороны какой-либо саморегулируемой организации в них не предусмотрено. Между тем, сегодня курс биткоина, самый популярный из криптовалют, достиг очередного исторического максимума, превысив 13 тысяч долларов за единицу электронных денег. Анонимность гарантируется при использовании криптовалют. Это означает, что в первую очередь пользуются криптовалютами люди, которые пытаются отмывать деньги. Это и террористические группы могут быть, и какие-то мошенники, и бандиты и так далее. То есть абсолютно теневой сектор. А значит, есть возможность, что очень большие деньги могут утечь в такие сферы. И государство, оно по определению обязано контролировать такие вещи. Потому что, если это не контролировать, это может привести к плохим социальным последствиям. Основания для того, чтобы такие жесткие меры вводить, тоже есть у государства.